В этом году мы отмечаем столетие Розы Баглановой. В рамках празднования юбилейной даты творческий коллектив в казах концерта с гастролями прибыл на малую родину народной артистки в Казарзинскую область. В Казаринске, где родилась оперная дева, запланирован ряд мероприятий. О них готова рассказать моя коллега Райхан. Приветствую, что интересно в программе. Здравствуйте, мутагоз. Грандиозная программа и около 500 артистов. Казах-концерт приехал в регион почти в полном составе. Гастрольный тур стартовал два дня назад. Вслед за областным центром ГАДИ встречает город Казаринск. Событию здесь приурочили и ряд других мероприятий. Утро дня началось с атлетического забега. Порядка 160 марафонцев пробежали 9-километровую дистанцию от главных ворот райцентра до площади. Спортивные рекорды участники посвятили своей землячке Розе Баглановой. Чуть позже состоялось торжественное открытие Дома молодежи и церемонии возложения цветов к бюсту выдающейся оперной и эстрадной певицы. К слову, это самый первый памятник. Он установлен перед Центром культуры поселка Айтикеби в 2015 году. О жизни и творчестве Розы Тажибаевны говорили и на познавательной конференции Энн Алемном-Патишасану. В эти минуты начался республиканский Айтыс Акынов. Для участия в нем в Казалинск приехали с десяток именитых исполнителей. Ну а самым зрелищным сегодня обещает стать гала-концерт Айналайн Халкнан Ирки Литкен. Он пройдет здесь, на Центральной площади. Как вы видите, за моей спиной идут последние приготовления. Буквально через пару часов перед жителями райцентра с праздничной программы выступят артисты Казах-концерта. Чем они готовы радовать зрителей, расскажут сами организаторы. Мы уже дали концерт 30-го в городе Казаларда. Первого в Кармакчинске вчера были, сегодня Казалинск, завтра в Варадске и послезавтра уже 4-го числа в Байконуре будем. Мы будем насыщенным концертом, который имеет давние корни из песен Роза Багланова, исполняет народные артисты. Думаем, что народ будет принимать очень на высоком уровне. Мы готовы радовать. Добавлю, что в прошлом году ЮНЕСКО был принят календарь памятных дат на 2022 и 2023 годы. В список вошло и столетие Розы Баглановой. Праздничные мероприятия, приуроченные юбилейной дате, пройдут не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Пока у меня на этом все. Бутагос. Спасибо, Райхан. Я напомню, на прямой связи со студией из Казалинска была моя коллега Райхан Тажибаева.